Наталья Кириленко уже сегодня думает, в чем ее дочь Даша встретит 1 сентября. Ведь осень и день знаний не за горами. В первый день работы школьного базара гардероб девочки пополнился обновкой. Третьеклассницы купили светлую блузку с принтом, она обошлась семейству в 37 рублей. К ней же насмотрели и юбку. Мы всегда стараемся на начало базара, потому что всегда большой выбор, много всего интересного, а уже к концу, как правило, выбор поменьше и неинтересно. Поэтому, так как это уже второй ребенок, опыт есть, мы начинаем с начала. До начала нового учебного года остаются 43 дня. А потому пешеходная зона от Карла Маркса до Держинского традиционно превращается в большой магазин под открытым небом. Повсюду палаткой с канцелярскими принадлежностями и школьной формой. Самое ходовое, значит, тетрадки тоненькие, 12 листов, да, 13 копеек. Дневники пока по рубль 82 рубля с твердой обложки. Вот, карандаши простые, самые дешевые, там 40 копеек. Ручки тоже 40-50 копеек, самые дешевые. Обложки, фломастеры, контурные карты и корректоры. Здесь большая часть ассортимента с лейбом «Made in Belarus». Встречаются товары российского и китайского производства. Найти школьный дресс-код по размеру и вкусу можно как малышам, так и старшеклассникам. Натуральные ткани и качественный пошив – все по доступным ценам. Действуют скидки и даже рассрочка. Можно комплект собрать, если джемпер будет стоить в размере 10 рублей, то юбочку можно рублей за 18-20 подобрать, либо сарафанчик это будет стоить, ну вот ребенка одеть 30-35 рублей. Ну и подороже, соответственно, есть там и за 50 у нас сарафаны и блузки, ну где-то до 100 рублей. Школьный базар будет работать до 8 сентября. Подготовить ученика от А до Я здесь можно с 9 до 16 часов, кроме понедельника. Приобрести товары также можно и возле универмага. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруиск, 360.